МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России количество выявленных коррупционных преступлений выросло с начала года более чем на 11,5%. По данным Генпрокуратуры, половина из них – взяточничество. В России стоимость квартир в новостройках выросла с начала года почти на 5%. Квадратный метр строящегося жилья стоит в среднем 74 тысячи рублей. По данным Росгострахжизнь, каждый второй россиянин копит или планирует откладывать средства на экстренный случай. Четверть опрошенных делает накопление на крупную покупку или образование детей. В Венесуэлу доставили третью партию российской вакцины «Спутник Ви» в количестве 50 тысяч доз. Власти Венесуэлы планируют начать вакцинацию пожилого населения. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия и Китай объединяют свои силы, чтобы противостоять Западу. А отношения стран основываются не только на экономике, но и на отказе от демократических ценностей. Послание президента Федеральному собранию, назначенное на 22 апреля, будет носить исключительно важный рубежный характер. Об этом в интервью нашему телеканалу заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Он отметил, прошлый год стал одним из самых тяжелых периодов в новейшей истории страны. Пандемия, экономический спад и гибридная война, объявленная Западом России. Вот реалии сегодняшнего дня. Ситуация в мире изменилась. Вы стали противником тем, кому вчера в хоз строились. У вас треть загнулась малых и средних предприятий. Вы заявили о том, что будете сдерживать цены, а вы их не сдерживаете. Цены пруты на бензин, на солярку и на продовольствие за январь. Выросли на 8%, а цены на сладости и овощи на 17%. По мнению лидера КПРФ, в этих условиях глава государства должен сформулировать новые цели развития страны. Власти нужно критично оценить результаты своей политики и внести коррективы. Без изменения финансово-экономического курса, без создания огромного резерва для того, чтобы поддержать экономику, малый и средний бизнес, для того, чтобы спасти детей, женщин, стариков, без этого невозможно. А для этого нужен бюджет развития. Он готов на 33 триллиона и наши 12 законов, которые мы разработали за последнее время. Геннадий Зюганов подчеркнул, именно КПРФ имеет в своем активе продуманную, основанную на успешном опыте программу вывода страны из кризиса. Я настроен на то, чтобы наша программа, которую мы обсудили на Орловском международном экономическом форуме, наши пять слушаний, которые заложили основу вывода страны из кризиса, начиная с демографии, образования для всех, ценообразования, бюджета развития, все это могло лечь в основу и этого послания. Материалы отправлены президенту, администрации, опубликованы, с ними знакома вся страна. А еще вся страна знает о блестящих результатах работы народных предприятий. Сельхозкооператив «Звениговский» в республике «Мариэл», Усольский свинокомплекс в Иркутской области, Подмосковный совхоз имени Ленина. Эти предприятия вновь стали лучшими в стране. Коммунисты давно требуют от федеральной власти взять их опыт на вооружение. Но пока результат прямо противоположный. При попустительстве правящей верхушки лучшие предприятия становятся объектами рейдерских атак. Происходящее разобщает общество, уверены коммунисты. Если президент не предложит программу сплочения и обуздания этой дикой олигархии, варья и тех недобитков, которые остались от лихих 90-х, то защищать страну будет нечем. Готово ли нынешнее правительство к работе по укреплению единства и суверенитета России – большой вопрос, отметил лидер КПРФ. Оно продолжает финансо-экономическую политику а-ля Кудрин, Гайдар. И вся эта свора либеральщины, которая душит страну и которая обслуживает иностранные компании и корпорации. Правительству надо выбирать курс в соответствии с реальной обстановкой. И учиться у ленинско-сталинской модернизации. И уникального опыта Компартии Китая, которая превратила Китай в сверхдержаву. Опыт социалистического строительства необходим стране, и все больше россиян понимают это. Геннадий Зюганов выразил уверенность в том, что на думские выборы КПРФ пойдет как главный конкурент власти. Мы имеем сильную команду, реальную программу, уникальный опыт. Мы дважды спасли страну от гражданки. И спасли ее после дефолта, когда она пустила ножки уже в пропасть. Мы абсолютно конструктивные, у нас опытная, профессиональная, грамотная команда. Партии сегодня реальные оппозиционные силы, способные мирно и демократично вытащить страну из очередного дефолта и очередных кризисов. Продолжение следует...